Привет, друзья! Сегодня делюсь с вами рецептом очень вкусной закуски из кабачков, которую делаю без уксуса и без лимонной кислоты. Кабачки получаются с интересным вкусом, ароматные, слегка остренькие и не переваренные. Итак, готовим! Кабачки у меня уже переспевшие, поэтому я с них снимаю кожицу и удаляю семена. Кстати, вес кабачков в рецепте я дала уже в очищенном виде. Чтобы было быстрее, сразу порежем лук, потрем морковь на крупной тёрке и поставим их обжаривать на небольшом количестве растительного масла. Я обжаривать овощи буду вот на такой большой сковороде, она называется тан. В ней и буду делать закуску из кабачков дальше. Пока лук и морковь обжариваются, я подготавливаю томат. Томат. Хорошо промытые помидоры я перебиваю на блендере, но можно их и на мясорубке перекрутить. Вместе с помидорами я также перебиваю на блендере болгарский и горький перец. Когда лук и морковь обжарятся до золотистого цвета, выливаем к ним томат с перцем. Необходимо, чтобы томат проварился минут 15 с момента закипания. Ну а сами тем временем займёмся кабачками. Кабачки для этого рецепта я режу крупными кубиками. Можно и соломкой порезать, форма здесь не принципиальна. Теперь в проварившийся томат выкладываем порезанные кабачки. Сразу может показаться, что томата не хватает, но это не так. Кабачки выделят свой сок и жидкости будет более чем достаточно. Пока кабачки с томатом закипают, потрем чеснок на мелкой терке, а зелень мелко порежем. Ну и посмотрите, как уже осели наши кабачки. Как видите, они уже полностью погружены в жидкость. Накроем их крышкой и дадим им прокипеть буквально 5 минут. Ну и настала пора заправлять нашу закуску специями. Добавляем в овощное соль и сахар. Я обычно это делаю по вкусу, но для вас точное количество укажу в рецепте. Дополнительно уксус или лимонную кислоту я не добавляю. На мой взгляд, кислоты достаточна от помидор. Теперь выкладываем в овощное чеснок, зелень и специи для шашлыка. Хорошо все перемешиваем. Специи для шашлыка я специально подбирала, чтобы их состав мне нравился. Состав этих специй вы сейчас видите на экране. Хоть кабачки и не капризны в закрутках, для подстраховки можно добавить в это овощное 2 таблетки аспирина, которые будут выступать здесь в роли консерванта. Горячее, кипящее овощное раскладываем по чистым банкам, закатываем и убираем в теплое место для постепенного остывания. Я банки отдельно не стерилизую, так как процесс стерилизации будет происходить при медленном остывании. Ну и вот такое овощное из кабачков с очень интересным вкусом у нас получилось. Надеюсь, что вам понравился мой рецепт и вы обязательно приготовите кабачки таким способом. А в комментариях напишите, что у вас получилось. Буду рада.